В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Депутаты перенесли рассмотрение проекта бюджета на конец декабря. Прошло очередное заседание Думы. Новогодний подарок ближнему завершается благотворительная акция канала 16. В карусель радости в художественной галерее открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Депутаты не стали рассматривать проект бюджета на ближайшие три года на прошедшей сессии. Вопрос стоял в повестке, но стало известно, что 20 декабря в Нижнем Новгороде будут принимать бюджет региона. В документе найдут отражения и субсидии нашему городу. Народные избранники решили дождаться финальных цифр и только после этого вернуться к обсуждению местного бюджета. Чтобы мы с вами не делали работу партой, не допускали никаких ошибок, предлагается эти вопросы перенести и рассмотреть на очередное заседание нового, которое мы назначили, за исполненным пониманием того, где мы находимся. На сессии депутаты приняли решение об изменении платы за содержание жилого помещения. Из этого тарифа с нового года вычтут стоимость услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. В среднем по городу она составляет 1 рубль 88 копеек за квадратный метр в месяц. С января за вывоз ТКО саровчане будут платить отдельно. Сколько, пока неизвестно. Новый тариф утвердит региональный оператор. Также с нового года увеличится сумма в квитанциях жильцов первых этажей многоквартирных домов с лифтами. Действующее решение содержит дифференциацию размера платы в зависимости от этажа. То есть первые этажи ввиду того, что не пользовались лифтами и не платили за пользование лифтом. Но мы получили замечание прокуратуры. И сегодняшнее законодательство говорит о том, что эта дифференциация недопустима. Жилищный кодекс говорит нам о том, что все собственники жилых помещений должны платить за пользование всем имуществом многоквартирного дома. Поэтому в предложенном решении происходит отказ от дифференциации по этажам. Жители первых этажей по сравнению с сегодняшним установленным размером платы для них будут иметь рост в 125%, 125% и 128% в зависимости от степени благоустройства. Один из первых основных разработчиков советского ядерного оружия, лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премии, был награжден Орденом Ленина и двумя Орденами Трудового Красного Знамени. Все это о кандидате физико-математических наук Николая Александровича Дмитриеве. Имя талантливого математика и физика будет присвоено проезду соединяющему улицы Академика Негина и Лесную. Эту инициативу выдвинули сотрудники ИТМФ и ФИАЦ ВНЕФ и поддержали в комиссии по наименованию городских улиц и объектов соцкультбыта. На сессии депутаты поддержали ее единогласно. Пока здесь огороженная забором стройплощадка, которая совсем скоро превратится в новый жилой квартал. Проезд, вдоль которого стройными рядами вырастают таунхаусы, еще не оформился в улицу. Но о его наименовании уже задумались. Ветераны РФИАЦ ВНЕФ и сотрудники ИТМФ вышли в городскую думу с инициативой дать проезду имя выдающегося ученого математика и физика Николая Александровича Дмитриева. Он родился в Москве в 1924 году. И в 15 лет, то есть когда ему было 15 лет, он уже закончил школу и поступил в МГУ. И учась в МГУ он уже начал работать с математиками-профессионалами. Академик Могоров очень имел хорошие виды на него. В 1948 году Николай Александрович приехал в Саров, чтобы применить свои знания и способности в работе над советским атомным проектом. Он работал вместе с Юлием Харитоном, Яковом Зельдовичем и Андреем Сахаровым, внеся огромный вклад в развитие теории ядерного заряда, который сыграл решающую роль в судьбе послевоенного мира. Он действительно и в первой атомной бомбе, и в последующих атомных бомбах, и в первом термоядерном заряде, и в последующих он везде вложил свой труд. Поэтому он является, конечно, основателем наших с точки зрения физики, с точки зрения математики. Труды Николая Дмитриева заложили основу теоретических методов расчетов изделий. Большинство теоретиков и математиков учились на его работах. Лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий, обладатель Ордена Ленина и двух Орденов Трудового Красного Знамени. Николай Дмитриев, по словам Анатолия Агапова, был человеком невероятно скромным. Всего себя он посвящал науке и работе, не требуя к себе внимания и особого отношения. На самом деле, легенда, рождались идеи, которые он математически записывал. Понимаете, это свойство не каждый человек способен сделать теорию, превратить в математику. За то, что выдающийся математик достоин того, чтобы его имя увековечить, депутаты проголосовали единогласно. И на карте Сарова появилось новое название – проезд Николая Дмитриева. Нижегородский институт управления приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей факультета управления. Руководство преподавателей и сотрудники приемной комиссии подробно расскажут об образовательных программах и познакомят с правилами набора на предстоящий учебный год. Для абитуриентов также будут организованы профориентационные тестирования и мастер-класс «Секреты ЕГЭ по математике». Встреча пройдет 16 декабря по адресу Нижний Новгород, проспект Гагарина, 46. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Опубликованы очередные результаты измерения толщины льда на водоемах Сарова. На реке Сатис вода промерзла на 23 см у берега и на 26 см на середине. На пруду Боровое на 19 см у берега и на 20 см на середине. На реке Саровка льда нет. Температура воды – плюс 1 градус Цельсия. Поликлиника номер один предлагает бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение в санатории Федерального медико-биологического агентства на начало следующего года. Отправиться на лечение могут пациенты, которые состоят на учете по хроническим заболеваниям. Профили путевок – общетерапевтический, гастроэнтерологический, неврологический и кардиологический. За дополнительной информацией и оформлением справки на санаторно-курортное лечение нужно обращаться к своему лечащему врачу. В матче высшей хоккейной лиги Кубки Шелкового пути хоккейный клуб Саров потерпел очередное поражение. Игра против Югры в Хантамансийске завершилась со счетом 7-3. Сейчас наша команда занимает 25-ю строчку турнирной таблицы чемпионата высшей хоккейной лиги. В активе Сарова 25 очков. Очередной этап благотворительной акции «Канал 16. Мы помогаем» в самом разгаре. Совместными усилиями мы уже собрали несколько десятков подарков для одиноких бабушек и дедушек по всей стране. Поздравили с Днем Победы жителей Дивеевского района. На этот раз с помощью неравнодушных горожан мы решили собрать подарки для пожилых людей к Новому году. До окончания акции осталось совсем немного времени. Успейте подарить праздник тем, кто нуждается в нем больше всего. Новый год – это время волшебства и чудес. Но не только Дед Мороз может сделать наступающий праздник сказочным. Чтобы подарить частичку тепла ближним, достаточно просто иметь сострадание и не быть равнодушным к чужим невзгодам. «Канал 16» продолжает благотворительную акцию «Мы помогаем». Мы получаем огромную обратную связь на нашу акцию и со стороны жителей города Сарова, которые с удовольствием несут подарки и продукты для пожилых людей, так и от тех людей, которым мы помогаем. Мы получили много писем, много звонков в нашу редакцию со словами благодарности. Потому что, казалось бы, небольшой подарок, продуктовый набор, на самом деле приносит в дом к этим старикам, которые волею судя постались одиноки, настоящий праздник. До праздника остается немного времени, но у вас еще есть несколько дней для того, чтобы присоединиться к акции. И сделать это просто. Покупая продукты домой, захватите пакет крупы, пачку печенья или чая. На первый взгляд, незамысловатый набор для кого-то станет приятным подарком. Мы решили коллективом «Канал 16» не просто саккумулировать все ваши позитивные эмоции, вашу доброту. Мы решили сами в ней принять участие, собрали денег с коллектива и отправляемся в магазин, чтобы сделать настоящий новогодний подарок для тех, кто нуждается. Как по традиции, в эту акцию мы принимаем и консервы, и крупы, и, конечно же, сладкое. Ведь какой праздник без сладкого? На праздник обязательно должно быть сладкое. Собранных в рамках акции продуктов хватит для того, чтобы сделать несколько праздничных наборов. Но с вашей помощью мы можем порадовать гораздо больше одиноких пенсионеров. Передать продукты и новогодние сувениры для бабушек и дедушек можно по адресу. Силкино, 41, второй этаж. Давайте дарить праздник вместе. В рамках Большого зимнего открытия в художественной галерее стартовал проект «Рождественская выставка». Праздник для всех любителей изобразительного искусства начался с презентации новой экспозиции «Карусели радости» нижегородской художницы Марины Поляковой. На выставке собрано более 60 работ, выполненных в различных техниках. На Большом рождественском открытии побывала и наша съемочная группа. «Карусели радости» – это первая персональная выставка Марины Поляковой в нашем городе. Однако с ее творчеством горожане знакомы по художественным проектам прошлых лет. Картины Марины Поляковой запоминаются своим авторским колоритом, декоративностью орнаментов и настоящим праздником цвета. Все работы художницы пропитаны ощущением счастья и радости. Посредством цвета, темы, которые она выбирает, самого простого натюрморта из обычных полевых цветов, которые превращаются в настоящий салют, подарок, в настроение дня, года, может быть, целой жизни. В экспозиции две части. Первая посвящена Нижегородской земле, а вторая – путешествиям по разным странам. Особое место в работах Марины Поляковой занимает тема Африки. Буквально вот как в «Русском улыбке» события дня, события минуты показаны. Вот восприятие нижегородского художника – это совершенно другой культуры. Не менее красочной, не менее интересной, самобытной, удивительной. Во время открытия выставки музыкальный подарок зрителям сделал образцовый ансамбль народной песни «Горница». Открытие выставки не обошлось без творческого мастер-класса по созданию рождественских ангелов для самых маленьких посетителей галереи и их родителей. У каждого этот ангел будет свой. Мы специально не стали ограничивать детей, дали просто им фломастеры, карандаши, то есть таких помощников в руки. И на белом фоне они создают своих ангелов-хранителей, своих ангелов Рождества, которые у них там, может быть, где-то за плечом сидят, и чтобы они нашептывали им свои мечты, какие-то добрые поступки. В декабре и январе художественная галерея готовит горожанам еще много сюрпризов. Будут организованы творческие мастерские и кинопоказы, интерактивные занятия и многое другое. В Санкт-Петербурге завершился международный конкурс фестиваля искусств «Невское сияние». Солистки вокальной студии «Аллегра» молодежного центра успешно выступили на престижном творческом конкурсе. Саровчанки боролись за победу в трех номинациях – эстрадный вокал, ретро-хит и «Россия моя» и стали дипломантами первой и второй степени. Подробности в следующем репортаже. Элеонора Юнацкая с самого раннего детства была творческим ребенком, занималась в художественной школе, училась играть на гитаре и в конце концов остановила свой выбор на вокале. Навыки игры на музыкальном инструменте помогли Элеоноре быстро втянуться в процесс обучения исполнительскому искусству. Международный фестиваль «Невское сияние» – это первый опыт выступления солистки на конкурсах высокого уровня. Когда я пою именно английские песни, я чувствую себя как бы в своей тарелке, и мне очень удобно их исполнять. Вообще песни на английском языке мне как-то ближе, вот сам ритм, само произношение этих песен. Вокальную студию «Аллегра» на международном фестивале «Невское сияние» представляли две солистки. Элеонора Юнацкая стала дипломантом второй степени в двух номинациях, а Юлия Бурова выступала в трех номинациях и завоевала звание лауреата первой и второй степени, а также получила гранд фестиваля. При подготовке к такому ответственному событию огромную роль играет выбор репертуара для выступления. Нас всегда учили, что мы выбираем песни не просто так, а создаем себе в голове какой-то некий образ, и когда я выхожу на сцену, я именно работаю с образом, то есть я стараюсь не думать о тексте, я стараюсь не думать, как мне взять ту или иную ноту, я просто, ну как бы в своем мире, в своем образе, и мне главное показать зрителю вот этот образ, который я себе придумала. Уже совсем скоро солистки вокальной студии отправятся покорять новые вершины. В январе они выступят на очередном престижном фестивале, поэтому уже сейчас они репетируют в усиленном режиме и готовят новые образы для своих выступлений. Я всегда старалась выбирать себе энергичные песни, всегда старалась развивать свой диапазон, брать какие-то более высокие ноты, потому что мне так проще выразить свои эмоции, которые у меня накопились. Благодарственным письмом за личный вклад в развитие творческих способностей участников конкурса, высокий профессионализм и активную творческую деятельность была отмечена руководитель вокальной студии «Аллегра» Ольга Петроускения. В субботу, 15 декабря, в Ледовом дворце пройдет очередная встреча в рамках высшей лиги чемпионата Нижегородской области по хоккею. В шестом туре хоккейный клуб «Саров Инвест» примет на своем льду команду «Сокольские медведи». Начало игры в час дня, вход на все матчи чемпионата свободный. Мероприятие рассчитано на лиц старше 12 лет. Специально для тех, кто не сможет попасть на матч, в группе хоккейного клуба «Саров Инвест» ВКонтакте будет идти прямая трансляция. К другим новостям. Зима в самом разгаре, а значит, пора утепляться. В Ледовом дворце открылась выставка продажи изделий от казанской компании «Снежный мех». У саровчан появилась уникальная возможность приобрести шубу или дубленку по невероятно низким ценам. Уже более 10 лет компания «Снежный мех» радует покупателей своими изделиями. Каждая шубка или дубленка – это настоящее произведение искусства. Модель по душе на выставке продажи найдет для себя каждый. От сдержанной, не выходящей из моды классики, до ультрастильных дизайнерских решений, покоривших мировые подиумы. Наши специалисты выезжают несколько раз в год на международные выставки меховые, чтобы отслеживать новые тенденции в производстве меха, в пошиве. И мы вам привезли все новые новиночки этого сезона. Изысканная норка, практичный мутон, изящный муранский козлик – эксклюзивные изделия из каракуля и енота. Эти меха никого не оставят равнодушными. Дубленки и куртки – как женские, так и мужские, а также головные уборы. Всего более 300 моделей. Наличный и безналичный расчет, кредит, рассрочка платежа. Ваша зима обязательно будет красивой и теплой с меховой компанией «Снежный мех». Выставка работает в Ледовом дворце с 17 по 19 декабря с 10 утра до 8 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.